Научный прогресс не остановить. Что если уже завтра любую часть тела можно будет в два счета заменить протезом? Игра Deus Ex Mankind Divided заставляет поверить в чудеса биоинженерии, но ставит неудобные вопросы. Авторы рисуют мрачное, но возможное будущее. Люди массово вживляют имплантаты. К 27-му году нашего века они есть у половины человечества. Города полны сильных, но управляемых полумашин. Однажды кто-то должен был этим воспользоваться. Инициированная с помощью вирусной программы восстание киборгов длилось недолго, но осадок в обществе остался. Mankind Divided помещает геймеров в Прагу, улицы которой наводнили патрули. Отныне модифицированных здесь боятся и ненавидят. Мы показали Прагу, где аугментированных людей прежде приветствовали. Им были рады. Здесь жили тысячи рабочих киборгов. Именно поэтому местные власти столь болезненно восприняли произошедшее. И ответили жестокостью, создав Голем-сити, район гетто. Для вас, как игрока, это возможность изучить обратную сторону трансгуманизма. Дискриминация охватила всю планету. В мировых столицах не утихают протесты. И вы всегда в эпицентре. Пока в Москве будущего любители электроники притесняют, В Москве сегодняшние поклонники Deus Ex выстроились в очереди за новинкой серии. И нет никакой угрозы. Разве что призрачной. На техногенный мир игрок смотрит глазами Адама Дженсона. Они, как и большая часть тела главного героя, искусственные. С помощью имплантатов этот агент Интерпола видит сквозь стены и совершенно не боится высоты. Какими еще модификациями наделить героя – решать вам. Каким путем идти – тоже. Любую дверь можно взломать. Или просто влезть через окно. Враги Адама страшатся на назаточенных лезвий и стального кулака с электрошоком. Впрочем, до рукоприкладства может не дойти. Анализаторы речи и психики помогут раскусить и последнего бандита. Сделают Дженсона своим в любой компании. Думать о том, что агрессивные киборги наводнят города в реальности – пока рано. Но следить за развитием технологий нужно уже сейчас. Научное знакомство с вопросом стоит начать с тематических лекций. Проходящая в эти дни выставка «Лаборатория Земля» посвящена переосмыслению жизни на нашей планете. Сюда идут, чтобы узнать, какие апгрейды ждут культуру, искусство и самого человека. Мы можем заменить фоторецепторный аппарат, допустим, органа зрения, да? Мы можем заменить рецепторный аппарат или имитировать его работу органа слуха. Но заменить аналитический центр, центр, анализирующий поступающую информацию, принимающий решения, головной мозг, вот этого мы сделать, конечно же, не можем. Зато инженеры и медики уже вовсю создают гианические руки, с помощью которых можно писать или, к примеру, завязывать шнурки. Идеи для дизайна таких протезов черпают даже в играх. Так появился реальный прототип руки Адама Дженсона. Добровольно отпилить себе конечность — это вряд ли. Но стать невидимкой или по малейшим движениям тела определять, врут тебе или говорят правду, кто от такого откажется? В нашей игре это есть. Хорошо бы и у меня такое было. Скользить незримой тенью и заставать врасплох. Суровые методы ради благой цели. Остается только выбрать моральные ориентиры. И чипы здесь не помогут. Придется думать своей головой. Стать под знамена нетерпимого, но пострадавшего большинства. Или защищать людей машин, подобных самому Дженсону. Мы не просили о таком выборе. Но мы давно ждали такую игру. Спасибо тебе. Прогресс. Субтитры создавал DimaTorzok